Здравствуйте, уважаемые поступающие! Приемная кампания близится к концу. И сегодня я хотел бы обратить внимание на самые важные моменты, которые касаются приема этого года. 18 августа – это последний день, когда вы можете предоставить приемную комиссию заявление о приеме. С 19 августа принимать эти заявления в ВУЗы не могут. Поэтому обратите внимание, что до конца приема осталось совсем немного. До 18 августа вы можете изменять конкурсы, добавлять конкурсы, убирать конкурсы, заявляться в ВУЗ, предоставлять документы, которые подтверждают ваши индивидуальные достижения. С 19 августа нельзя будет добавить контрактный конкурс, бюджетный конкурс, добавить знак ГТО, вспомнить про свои какие-то другие олимпиады, потому что подача документов в ВУЗ заканчивается 18 августа. С чем вы заявились, с тем вы и будете висеть в конкурсных списках. Конкурсные списки появятся с 19 августа. Если вы заявлялись на несколько конкурсов, ваша фамилия будет повторяться во всех этих конкурсных списках. Допустим, лечебный бюджет, лечебный контракт, стоматология бюджет, стоматология контракт, значит вы будете числиться в четырех списках. Обратите внимание, что в каждом списке будут расписаны баллы ЕГЭ, и поступающие будут ранжироваться по убыванию суммы ваших баллов. Если у кого-то сумма баллов одинаковая, то выше будет стоять человек, у кого больший балл по химии. Далее, если химия одинакова, то по биологии, если биология одинакова, то по русскому языку, и таким образом все поступающие будут рассортированы. Обратите внимание, что в этом году отсутствует колонка «Сдан ли оригинал документа об образовании», то есть аттестат или диплом. Вместо документа об образовании в 2020 году поступающие предоставляют заявление о согласии на зачисление. Согласие на зачисление – это документ, который прикрепляется к одному из конкурсов, указанных в вашем заявлении о приеме. То есть, если вы указывали лечебный бюджет, лечебный контракт, педиатрия бюджет, педиатрия контракт, у вас имеется четыре конкурса, и к одному из этих конкурсов вы предоставляете заявление о согласии на зачисление. Если вы захотите изменить свое решение, то вы должны будете прислать заявление об отказе согласия на зачисление и приложить согласие к другому конкурсу. Заявление на бюджет можно подавать два раза в каждый ВУЗ. Соответственно, если вы подадите заявление на лечебный бюджет, потом его отзовете, и подадите заявление на педиатрию бюджет, то ваши попытки для бюджета на этом закончатся. Поэтому, прежде чем подать согласие, посмотрите конкурсные списки, проходят ли люди с вашими баллами или нет. Заявление на контракт можно подавать неограниченное количество раз, но так как в нашем ВУЗе зачисление на контракт и на бюджет происходит одномоментно, в первую и вторую волну, то, соответственно, вы подаете заявление или на бюджет, или на контракт. Как будет происходить зачисление? С 19 августа появятся списки поступающих. То есть это конкурсные списки. Начнется конкурс. Они будут располагаться здесь. Если вы видите, что на этот конкурс имеется, допустим, 100 мест, то все лица, которые заявились на этот конкурс, их может быть больше, их может быть тысяча человек, две тысячи человек. Все эти лица, они участвуют в конкурсе. Но до определенного момента вы можете подавать согласие на зачисление. Это 21 августа до 18.00 для льготных категорий граждан, 23 августа до 18.00 для общего конкурса первого этапа и до 25 августа до 18.00 вы подаете согласие по своему желанию для общего конкурса второго этапа. Среди тех, кто сдаст согласие на зачисление, мы зачислим только лиц с лучшими баллами ЕГЭ. Из тех, кто сдал согласие. То есть те, кто не сдал согласие, они участвуют в конкурсе, но смысл этого выражения заключается в том, что вы имеете право донести согласие. Вас никто не исключал из этих списков, но зачисленными будут только те, кто сдал согласие, при этом лучшие из них. Соответственно, следите, пожалуйста, за конкурсными списками, которые будут с 19 августа. Смотрите, люди с вашими баллами на данный час проходят или нет. Если лица с вашими баллами не проходят, то, наверное, вам не стоит подавать согласие с вашим баллом. Может случиться так, что балл опустится после следующего обновления. Может случиться так, что балл поднимется. Очень важный момент. По закону мы имеем право обновлять списки один раз в день. Но для вашего удобства мы будем делать это примерно каждые 3 часа. 3-4 часа. То есть, если начало работы приемной комиссии в 10 часов утра, первый список мы обновим к часу дня. Затем мы обновим список примерно к 4. И после этого с 4 до 18 вы будете принимать решение, какой факультет вам более интересен, куда вы хотите рискнуть подать заявление о согласии или остаться с тем, что есть. Потому что все, что нам пришлют с 4 до 6 часов вечера, мы должны будем обработать. На это еще потратится где-то час. Перезагрузить списки, которые обновляются около полутора-двух часов. И итог вы увидите уже примерно в 9-10 вечера. Эти лица будут перепроверены примерно до 12 ночи. И на следующий день будет приказ. Приказ о зачислении, как правило, мы вывешиваем после заседания приемной комиссии. Это примерно в 16.00-17.00 вечера. Если вы не зачислились по первому этапу со своим согласием, допустим, на лечебный бюджет, вы с этим же согласием остаетесь участвовать на втором этапе лечебного бюджета. Если вы захотите что-то поменять на втором этапе, то тогда вы присылаете нам отказ от первого согласия и присылаете согласие на какой-то другой желаемый конкурс. Участвуйте в нем. Обратите внимание, что в этом году есть всего один день для того, чтобы подать заявление о согласии. ВУЗ со своей стороны будет прилагать все усилия, чтобы максимально быстро выгружать информацию о вас в федеральную информационную систему. Мы не отвечаем за работу федеральной информационной системы в Москве. Надеемся, что она будет работать без сбоев. Поэтому своевременно будем выгружать ваши данные. Если окажется, что вы были зачислены на бюджет в два и более ВУЗов, то по правилам этого года вы исключаетесь из приказа как лица, нарушившие правила приема. Обращаю ваше внимание, что заявление о согласии на бюджет подается в этом году только в один ВУЗ, одномоментно. Следующее согласие вы можете подать только с отзывом предыдущего. И по рекомендации Министерства образования, если мы выявляем такого поступающего, который подал два согласия на бюджет в разные ВУЗы одномоментно, мы его исключаем из приказа. Потому что подписывая согласие, обратите внимание, вы там расписываетесь, что у вас отсутствуют поданные или действующие заявления о согласии на бюджет в другие ВУЗы. Подводя итог, с 19 августа начинается конкурс. Сначала будет приоритетный этап и целевые и лица, поступающие по квоте, подают согласие до 6 вечера 21 августа. 22 для них приказ. Затем нереализованные места передаются в общий конкурс. Мы пересчитываем места. 80% мест оставляем на первый этап. И 20% мест оставляем на второй. До 23 августа до 18.00 мы ждем согласия от тех, кто хочет участвовать на первом этапе общего конкурса. 24 августа приказ. И до 18.00 25 августа мы ждем согласия от тех, кто хочет участвовать на втором этапе. Всем удачи! Следите за списками поступающих. Продолжение следует... Продолжение следует...